В Дагестане не будет дефицита продуктов, ведь Аграрная Республика по целому ряду направлений не только покрывает потребности своих жителей, но и поставляет некоторые товары в другие регионы страны. Председатель правительства Дагестана посетил один из крупнейших рынков Махачкалы. Премьер проверил качество товаров на прилавках и поинтересовался ценами. Также Абдул Муслим. Абдул Муслимов посетил хлебозавод номер три, где обсудил меры поддержки хлебопекарного производства, которые будут направлены на сдерживание роста цен. Детали у Лианы Парчуевой. В Дагестане не только нет дефицита. Некоторые виды продуктов республика может поставлять даже в соседние регионы, если возникнет необходимость. Об этом сообщил председатель правительства в ходе визита на второй городской рынок Махачкалы. Это подтверждают и продавцы. Поставки осуществляются в прежних объемах. Если по какой-то продукции в республике будет недостаток, у нас есть договоренность с определенными нашими республиками, краями, областями, что оттуда будем организовать поставки. Так, например, сегодня цена, вот со слов и покупателей, и продавцов, цена, например, на мясные продукции, я сказал, на молочные продукции. Даже, например, есть некоторые снижения. Например, килограмм сыра, брензы, стоит в пределах 300 рублей. Например, капуста. Капуста практически, цена у нас не повесилась. У нас вот только в одном Левашинском районе сегодня запасы капусти составляют 250 тысяч тонн. Члены оперштаба изучили, как обстоят дела с изменением цен на товары первой необходимости. На продукцию, которую производят в республике, это мясная, некоторые виды овощей, молочная продукция. Цена остаётся стабильной, рассказывают продавцы. Подорожание зафиксировано на сахар, муку, цитрусовые. «В целом ситуация под контролем, под контролем, я официально заявляю. У нас работает специальная рабочая группа, которая ежедневно отслеживает ситуацию по ценам и по количеству, по объёмам продукции, которые должны быть по обеспеченности нашего населения. Это всё на контроле находится у главы республики и правительства». Цена на хлеб в регионе практически не меняется. Производители сами стараются сдерживать рост. Так, на хлебозаводе номер три, который посетила правительственная комиссия, руководитель предприятия Магомед Хидриев рассказал, что цены на муку немного повысились. Однако, они подготовились к подорожанию и заранее сделали запасы. «Все ребята, наши пекари, с кем мы работаем, заводы, они сплочённо, они все сказали, такая ситуация и говорит, и мы хотя бы до 10 числа, они готовы в ущерб себе держать цену и работать». Стоит отметить, что правительством России также принят ряд мер, которые позволят избежать роста цен на хлебобулочную продукцию. Так, в этом году в Дагестане на поддержку хлебопекарей путём субсидии региону выделено 104 миллиона рублей. Ещё одна из мер, она поможет сдержать рост цен на продукты, которая уже стала популярной в республике, – это проведение ярмарок. Их планируется организовать в ближайшее время в городах и районах Дагестана.